Здравствуйте! С вами вновь Александр. Я хочу сегодня рассказать вам об очень стремительно набирающей большую популярность прогулочной коляски от компании Cybex. Модель называется Hora. Так что давайте же рассмотрим ее повнимательнее вместе. Собственно, вот коляска Cybex Hora. И перед обзором хочу немножечко технические характеристики обозначить. Коляска предназначена детям с 6 месяцев до 3 лет. Ориентировочно 15 кг вес ребенка. То бишь там 3 года у вас 15 кг будет или в 4 или раньше. Вот уже вес больше имеет значение, чем возраст. Вот имейте в виду. Так, собственно, насчет самой коляски. В первую очередь хочу заметить мое первое впечатление, когда я увидел эту коляску. Мне понравился ее дизайн. Он немножечко такой необычный. Понравилась очень, как выполнена система бампера с такими удобными ручками. Знаете, когда там лужу какую-то переходишь или перенести нужно коляску, еще что-то. Очень удобно вот взяться за эти ручки и перенести ее. Ну, для папы, скорее всего, это будет актуальным. Вот. Что касается в целом самой коляски. Вот. Начнем мы рассмотрение ее с ручки. Ручка здесь не классической формы, такой дугой, а отдельные две ручки. Ручки, они не регулируются по высоте. Поэтому для человека среднего роста, вот у меня 1,86 метра, мне, в принципе, нормально. Вот. Ну, единственное, я люблю немножечко выше. Ну, тут кому как. Поэтому большинству подойдет высота ручки точно. Вот. Что касается непосредственно самого козырька. Козырек, как вы сами видите, он не очень больших размеров. Он стандартного размера. Если посмотреть сверху, то до бампера у нас остается где-то вот сантиметров 10. Он не закрывает вот по коленке. Но свою задачу выполнить точно. Вот. Также в козырьке под накидочкой маленькой есть отверстие, окошечко. Оно как раз таки с пленкой, чтобы не промок ребенок в дождь, если вы откроете. И таким образом вы можете наблюдать за ребенком при прогулке. Закрывается все тоже обратно на липучку. Вот. Так. Что касается безопасности. Безопасности здесь все в порядке. Здесь установлена система пятиточечных ремней. С мягкими накладками на плечевую зону ребенка. На паховую зону здесь нет никаких накладок. Не знаю, мне это лично не нравится, когда их нет. Вот. Эти ремни, кстати, можно регулировать по высоте. Под ребенка. Вот. И... Что касается безопасности, здесь также есть бампер. Бампер здесь можно... Бампер здесь можно... Отстегивать с каждой стороны отдельно. Открыли. Посадили ребенка. И поставили обратно. Что с одной стороны можно это сделать, что с другой стороны. И еще, что немаловажно, бампери... Можно с бампера отстегнуть ткань, чтобы постирать. Потому что это самое грязное место в коляске. Ребенок грязными руками все это трогает, потом облизывает. А это не очень хорошо. Поэтому есть возможность все это постирать. Вот. Что касается самого сидения. Сидение здесь реально очень большое, очень широкое. Ну, реально, очень-очень широкое. Ну, сантиметров, наверное, чуть ли не 35, я думаю. Вот. Спинка тоже высокая. И она твердая. Имеется в виду, что это не гамачная система. Не ткань натянута. А здесь твердая спинка снизу. Регулируется наклон спинки. Здесь тоже очень простым способом. Ремешками нажали, надавили. Вот. И лежим себе, отдыхаем. Вот. И чтобы обеспечить ребенку полностью длинное горизонтальное место, поднимаем вверх подножку и получаем реально огромную посадочную такую площадку. Вот. Ребенок здесь поместится без проблем. Даже зимой, в конвертами, в пуховичках проблем не возникнет в этой модели точно. Чтобы убрать подножку вниз, здесь так не показать, но если нащупать, здесь такая дуга металлическая. Ее давим на себя и опускаем вниз подножку. Вот. Помимо этой подножки, здесь есть подножка обычная уже для подросшего ребенка с прорезиненным материалом, чтобы вы это все могли легко почистить. Вот. Так. Еще мне что понравилось. Это на самом деле мелочь, но очень такая значимая мелочь, потому что на многих колясах это не реализовано, но мне бы вот было приятно, если бы на нашей коляске, у меня от супруга это было, но у нас этого нет, к сожалению. Это вот, это вот накидочка задняя. Она снимается, отстегивается, точнее говоря. Мы это все вот так дело подворачиваем. И спокойным образом на резиночку фиксируем. То бишь летом, если вы хотите такой, знаете, проветрить немножечко сидение с ребенком при хорошей погоде, подняли, прицепили и вот такой свой микроклимат для ребеночка создали. Вот здесь с небольшим бортиком это есть. В большинстве колясок, на самом деле, здесь вот эта накидка, она хоть и есть, она максимум что, это крепится здесь, где-нибудь липучечка, еще что-то, а по бокам все равно остаются зазоры. Здесь производитель это учел и сделал. Обычное, простое, но очень грамотное решение. Застегнули, и у нас нигде, ниоткуда не поддувает. Вот. Что касается непосредственно шасси, оно здесь металлическое шасси. Кстати, коляска весит 8,9 килограммов. Она, в принципе, не тяжелая, поэтому транспортировать ее можно легко, без проблем. Маме даже без помощи, мужем. Вот. По поводу дизайна я уже говорил. Мне лично дизайн очень понравился. Она реально стильненькая такая, динамичный дизайн имеет. Вот. И сделана сама рама очень неплохо. Достаточно все прочненько. Что самое главное, здесь, вот как ее не крути, здесь вообще никаких зазоров нет. Она какая-то, как будто бы все детали к друг другу приварены. Ну, хотя они не приварены, все просто хорошо подтянуто. Вот. Это очень здорово. Что касается колес. Колеса здесь все, в принципе, большого диаметра. Поэтому зимой эксплуатировать ее можно без проблем. Колеса, они не надувные. Ну, и зато вы их никогда не проколете. И они не каменные, не деревянные. Поэтому зимой по льду, когда бывают пластиковые колеса, явно по льду проскакивают. Эти колеса, на мой взгляд, так делать не должны. Передние колеса тоже фиксируемые, поэтому плохая дорога зафиксировали, проехали без проблем. Вот. Что касается амортизации, ну, я бы сказал, что ее почти нет. На мой взгляд, достаточно жестковатая коляска. Ну, учитывая ее стоимость, к ней претензий быть в этом плане не должно. Она недорогая. И, кстати, что касается самих тканей, зная, сколько она стоит, ожидаешь от ткани, что они будут намного хуже. Но очень приятно меня удивило, когда берешь ткань и щупаешь. Ткань реально приятная. Тактильно чувствуется, что качественная ткань, непродуваемая, износостойкая. Я не знаю, мне лично ткань очень понравилась. Вот. И что лично я еще всегда ценю в колясках, это багажное отделение. Нам с супругой постоянно нужен, бывает, багажник, и мы забираем его по полной. Вот здесь он достаточно большой. Вот. И хорошо организован доступ к багажнику, достаточно большой проем. Вот вы видите, сам багажник крупный, очень высокие борта, не знаю, сантиметров 20, наверное. Вот поэтому накидать туда можно много чего, и вывалиться ничего не будет. Вот. Теперь давайте посмотрим, как эта коляска у нас складывается. Все это делается элементарно. Здесь на ручке есть кнопка, предварительно нажимаем ее, и после чего на ручках спереди два рычажка. Тянем на себя, и вот таким вот простым движением опускаем коляску. Вот. Вы видите, она получается очень компактной, небольшой. Она сама стоит, не валится, если ее на колесиках оставить. Вот. И поместится, в принципе, куда угодно. И в автомобиль любой багажник тоже должно поместиться. Вот. И раскладывается коляска тоже несложно. Сбоку фиксатор раздвигаем. Все. Поставили. Едем дальше. Вот. Насчет тормоза. Тормоз, в принципе, он стандартный, классический. Имеет вот педальку с правой стороны. Надавили. Педальку заблокировали. И вот что мне эта вот система вообще не нравится? Тем, что вот приходится обратной стороной обуви отковыривать педальку наверх и царапать, портить свои ботинки. Мне это не нравится. Но это большинство производителей используют такие системы. Вот. Но с этим ничего не поделать. Поэтому давайте подведем итоги. В первую очередь хочется отметить, что это среди конкурентов коляска недорогая относительно своих реальных конкурентов. И прежде чем узнав ее стоимость, я ожидал увидеть реально хуже модель, менее качественную. Но меня реально впечатлило, как она выполнена, как она сделана. Мне понравилась ткань, дизайн, хороший прочный бампер, большой багажный отсек. Мне не очень нравятся вот эти ручки. Но опять же, это дело вкуса. Поэтому тут каждому свое. Это в принципе все, что хотел я вам про нее рассказать. Единственное, я хочу еще поблагодарить спонсора. Это магазин Первая коляска. За то, что он дал на обзор эту интересную коляску. Вот. Ну а вы, собственно, подписывайтесь на мой канал. Ждите новых обзоров. И удачи вам. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok